Всем привет, друзья! Сегодня у нас новости бокса. Расскажу всё самое интересное за последнее время. Тайзен Фьюри победил шведа Отто Валена, который оказался непростым соперником для ирландца. Несмотря на то, что основную часть поединка Фьюри доминировал, Вален всё-таки смог несколько раз за поединок достать соперника. Но в целом поединок прошёл под диктовку Фьюри, и большинство раундов забрал именно он. Также швед показал себя не с лучшей стороны, когда намеренно попытался увеличить рассечение Фьюри своей перчаткой. Дэвин Хейни в последнем своём поединке показал всему миру, что он является противником, с которым следует считаться, досрочно победив россиянина Заура Абдулаева, не оставив тому ни единого шанса на победу. Теперь уже официально стало известно, что Сергей Ковалёв всё-таки получит свой советный денежный поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Бой пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе в рамках полутяжёлого веса. Хосе Педраса, бывший соперник Василия Ломаченко и Джервонта Дэвиса, очередной раз проиграл в своём последнем поединке. Все трое судей отдали победу Хосе Сепаде. Мексиканский чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгеа защитил звание в этом дивизионе, ожидаемо нокаутировав уступающего габаритами и ударной мощью Патрика Алотти. Майкл Хантер, боец из первого тяжёлого веса, который перешёл в супертяжёлый вес, победил опытного россиянина Сергея Кузьмина, отобрав тем самым региональный титул по версии WBA. Ну и Карл Астакам выходит на американский рынок, победив по очкам местного боксёра Крэйга Льюиса. Боб Арум заявил, что если Василий Ломаченко сумеет стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, вполне возможно после этого он проведёт поединок против Науэ и Ноуэ в рамках полулёгкого веса. Если Ломаченко в следующем году станет абсолютным чемпионом, то будет драться против лучших среди возможных соперников от полулёгкого до лёгкого дивизиона. Если Дэвис готов выйти с Василием в ринг, то Ломаченко будет там, он готов к вызовам. Что ж, друзья, это были самые последние новости в мире бокса, как всегда актуально, конкретно и без лишних слов. Всем хорошего дня!